АПЛОДИСМЕНТЫ Ян, слышишь, Ян, если ты ещё одну вещь купишь, нам придётся ещё заходить в мебельный покупать шкаф, Ян. Пусть. Вот в этом магазине мы мне ничего не будем покупать. Тут ждёт тебя сюрприз. Да, твои сюрпризы я люблю. Чё, пойдём в кабинку, да? Пусть, но нет. Ты сейчас просто обалдишь. Лео! Давай. Бегу, бегу. Яся, ты выглядишь амэйзи. Всё. Это и есть мой сюрприз. Ян, я вообще-то хотел попробовать втроём с бабой, а не... Я так понимаю, это твой. Чао, Жоржик! Чао! Ты ещё раз меня назовёшь Жоржик? Я тебе твой пылесос расфигачу, ты понял? Пусть, это Лео, он профессиональный шоппер. То, что он жоппер, я сразу понял. Пусть, Лео имидж-стилист. Он сделает тебе новый стиль. Не понял, а шо с моим стилем не так? Ну, пусть. Ну, все думают, что ты мой папа. А я хочу, чтобы все думали, что ты мой бойфренд. Так, всё. Сюрприз не удался. До свидания. Лео, не расстраивайся. Пуся! 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 Что ты хочешь? Пуся, смотри мне в глаза. Ты купишь себе новые вещи. Ты купишь себе новые вещи? Ты купишь себе новые вещи? А, я куплю себе новые вещи. О, чёрт. Иди, иди, иди. Слышь, жоппер. А ты можешь честно сказать, ты когда стал вот таким вот? Каким таким? Ну, таким, таким. Это тебя в детстве там уронили? Или просто в метро в час пик прижали, и тебе понравилось? Он у тебя такой смешной. Так, посмотрим, что у нас тут. Неказистый пиджачок. Бесформенные брючки. Типичный стиль девяностых. Каких девяностых? Алё, я тебя сейчас в багажник запихну, в лес вывезу. Напугал. Не волнуйся, Жоржик, мы подберём тебе новый лук. Со стрелами, шо ли? Со стрелами. Лук — это стайл. Стайл — это тренд. Тренд — это топ. Яна, с этим жопером в комплекте переводчик не шёл? Бось, ты будешь выглядеть сосна. Как я буду выглядеть? Ну, прикольно, винтажно. Охренеть не думал. Так, Жоржик, не дёргайся, я тебя померю. Ты чё делаешь? Опа! Потвали от меня, слышишь? Угу. Может быть, что-нибудь обтягивающее? Если ты не заметил, любая одежда на мне будет обтягивающая. Бросите комплексы, Жоржик, потому что у тебя кость широкая. Очень. Я знаю, что ты обязан купить. Вот. Смотри, какая няшка. Яна, я не буду это покупать. Чего? Чего? Ты хочешь, чтобы мы с тобой дрались, кто это будет носить? Хорошо. А как тебе такие шортики? Да я если в этих шортиках пройду два шага, они превратятся в стринги и разрежут меня пополам. Яночек, тогда вы просто обязаны померить вот эти леггинсы. Нет, нет. Буся, снимай штаны, это будет мой тебе подарок. Ты же, давай я сниму штаны, ты сделаешь обычный свой подарок. Буся, померяй. Жоржик, не бойся, одевай. Это молодежный тренд, это Гуччи. Гуччи? Я Гуччи с лучшей. Пусть, ну померяй, пожалуйста. Да ну, они ж узкие вообще. Это же последний писк. А если я за... Пописать захочу, как я отсюда свой писк достану? Пусть, ну пожалуйста, ну померяй. Так, я меряю и мы уходим? Да. Хорошо, говорили. Спасибо, да, спасибо. Кстати, в этих штанишках вы можете вместе ходить на вписки. Ага. Куда ходить? Буся, вписки, это на вечеринке, тусовке, ну что ты не запомнит никак. Жоржик, как там у тебя дела? Стой, где стоишь. Не нужна, я понял. Буся, ну что, ты готов? По-моему, это полная хрень. Пуся, это пушка. У пушки ствол сейчас завернут. А ядра так близко, что можешь рвануть. Все очень круто, но нужно добавить подтяжечки. Да куда подтяжкой так все натянута? Подтяжечки обязательно. Они дополнят образ. Готов? И... Опа! Ну как? Класс! Я прям вот так сегодня на стрелку пойду. И так с проходника им заявлю. Где моё бабло, уроды? Белиссимо. Жоржик, тебе очень идёт. Закрой рот. С низом мы определились. Осталось найти верх. Да, давай верх. Я не стилю эту хрень. Ага. Фу, блин. Так, Яна, иди сходи. В этот... В женский купи себе что-нибудь. Я тут с этим поговорю сейчас. Слышь ты, жопер. Если ты мне ещё раз что-то такое обтягивающее дашь, я тебя тут сравняю с землёй. Ты меня понял? Опа-на, Григорьевич. А я такой иду мимо витрины, смотрю, ты не ты. А это ты. Или тебя. Слышь, сиплый. Алё, алё, тихо, тихо. Здорово, чё ты? Привет. Ты просто не так понял. Это... Это жопер. Ну, короче, это сюрприз. Мне Яна его подарила. Ну, не подарила. В смысле, дала попользоваться что-то. Ну, понятно, понятно. А я тебе говорил, Григорьевич, не иди в политику, а ты... Не, не, не. Да ну при чём тут политика, сиплый? Ты чё? Ну, всё ясно. Бывай здоровый. Ты куда ты, сиплый чёрт? Слышь, ты жопер. Ну, я сейчас тебе угадаю. Подождите, подождите, нам надо поговорить. Что с тобой разоварить? Были бы штаны поуже, я бы с тобой так поговорил. О, боже, ну что, нах, нитка торчит. Я сейчас откушу. Откушу. Стоять. Что делаешь? Сейчас, секунду. Вот, всё. Не, знаешь, Григорьевич, я такой думаю, может, погорячил. Всё. Отвали ты. Он, это, ты не понял. Он укорачивал, она длинная и... Да я всё понял, понял. А я думаю, чё ты меня на стрелках всегда сзади прикрываешь? Сиплый, ты куда? Пойду пацанам расскажу. Ты чего, Сиплый? Ну, жопер, я тебе сейчас... Слушай, стой, да стой ты. Ну, всё, всё. Думаешь, мне нравится перед тобой здесь выпендриваться, а? Я не понял. Ты что, нормальный, что ли? Да, конечно, я нормальный. У меня трое детей. А работу надо было искать. Вот я шопером устроился. Им больше платят. Ещё и процент с каждой вещи дают. А, ну, извини, я просто подумал, что-то из этих подумал. Блин. Пусь! Слушай, там женского ничего не было? А ты себе что-то подобрал? Да. Возьмём эти... Как ты сказал? Леггинсы. Вот их мы возьмём. Это тоже возьмём. Давай, давай, вот это тоже. Пуся, спасибо тебе большое. Я тебя так люблю, ты такой молодец. Ну, а что не помочь? Детям привет от меня. Пойдём. Пойдём. Натуралы такие наивные. Добрый вечер. Ну что ж, давайте начинать наш сеанс. Я прошу прощения, а где Альберт Наумович? Он заболел? Но вы не волнуйтесь, вы знаете, у меня огромный опыт и великолепные рекомендации. Нет, нет, вы нас не поняли. Мы не за себя. Мы за вашу психику переживаем. А, не нужно переживать. Знаете что, давайте лучше вначале разберёмся, что у нас за группа, да? Алкоголики, наркоманы. Хотя, смотрю на вас и понимаю, что тут оба варианта подходят. Вы знаете, это собрание деньгозависимых. Да вы что? Ой, что-то новенькое, так здорово. Ну, давайте начинать, или мы кого-то ждём? Нет, нет, можем начинать. Давайте я предлагаю с новенького начать. Я? Да, да. Давайте, давайте. Добрый день. Меня зовут Андрей. Я топ-менеджер УкрНавтогаз. Привет, Андрей. Привет, Андрей. С окладом полтора миллиона в месяц. Андрей, ты молодец, что пришёл, сознался. Ничего, мы все тоже с такой ерунды начинали. Правда? Да, потом всё пошло, поехало с нормальными зарплатами. Ну, это не считая новогодних премий. Я прошу прощения. У вас при таких зарплатах ещё и премии? Конечно, на такую зарплату особо не проживёшь. Полтора миллиона? Ну, так это в гривне. Молодец, что признался. Спасибо. Садись. Не каждый так сможет. Да, да, да. Добрый вечер. Меня зовут Максим. Я топ-менеджер УкрЗалезныцы. Привет, Максим. Привет, Максим. И в этом году мой суммарный доход превысил. Максим, смелее. Тут все свои смелее. Секундочку, я просто считаю. Превысил на три миллиона примерно. Ну, это неплохо. Всего на три миллиона превысил свой доход. Нет, нет, не свой. Это доход всей УкрЗалезницы. Красава, Максим. Молодец, молодец, Максим. Ну, что, давайте я. Ну, что ж, меня зовут Иван. И я топ-менеджер Украфтодора. Расскажите, а почему ему никто не хлопает? У нас его тоже не любят здесь. А, вы же новенький? Да. На машине приехали? Нет, на вертолете. Тогда вам не понять. Извините, что мы вас перебили. Нет, нет, ничего. Я привык, что у меня за спиной шушукаются. Извините, это работники дыры латают. На чём я остановился. А, да. Ну, вот, за этот год я закопал... Блин, прям сказал закопал. Нет, закатал... Нет, тоже не такое слово. Заработал. Заработал... Давайте я лучше напишу. За этот год вот сумма вот... О, ну... Такая. Ну, так это же на 2 миллиона меньше, чем в прошлом. Да, но в этом году это в долларах. О-о-о! И это без новогодней премии. О-о-о! Чистый кэш. О-о-о! Да ну вас нахер! Ну, ушёл. Что будем делать? Продолжать! Помните, у Альберта Наумыча тоже вначале был такой же приз? Да-да-да. О, быстро очухался. Здравствуйте. А вы кто? А я топ-менеджер Укарпочт. А вы уверены, что вам сюда? Ну да, вот мне письмо пришло с приглашением. Вот, сегодня же первое число, да? 22-ое. Ну, я надеюсь, июнь? Март. Но год-то... 2019-ый. Ничего себе, полтора года шло. Вот работнички вот эти. Вот вот эти работнички. Ну ладно, я уж посижу тут раз пришёл, да? Садитесь, садитесь, да. Я ж чего опоздал-то? Я ж на велике сюда ехал. А дороги, знаете, у нас сами какие. Я вообще не понимаю, кто этим украфтодоровцам рукожопым вообще зарплату платит, а? Я бы им руки-то по-по-по-пообривал бы всем. Михаил, Укрпочта. Ваня, просто Ваня. Скажите, а что здесь делать надо в клубе в этом, а? Вы знаете, здесь нужно просто встать, представиться и сказать, сколько вы заработали за предыдущий год. Ага, сейчас. Это государственная тайна. Тайна. Да какая это уже тайна в 21 веке? Можно сейчас в Фейсбуке посмотреть, где живёшь, где отдыхаешь, на чём ездишь. Всё понятно? Извините, где посмотреть? В Фейсбуке. А что такое в Фейсбуке? Слушайте, ну хватит придуряться, ну... Это же открытая информация. Или вы до сих пор получаете зарплату в конвертах? Ну да, в конвертах. Вот, недавно 5 миллионов выдали. О-о-о. Долларов? Конвертов. Я пока продал, чуть с ума не сошёл. А, скажите, может быть, кому-то марочки нужны, а? Ну, а чё, я бы лизнул. Какие есть? Есть с 8 марта. А есть запрещённые с 23 февраля. А типа с 8 марта разрешённые, да? Ну, пока такое. Почём? 50 копеек штучки. А чё так дёшево? Это для своих. Так 55. Договоримся. Господин полицейский, как здорово, что я вас встретил. Арестуйте вот это логово коррупционеров. Вот, арестуйте их, давайте. Взять, взять. Здорово, Петрович. Привет, Петрович. Привет. Я топ-менеджер Министерства внутрішніх справ. И мене навіть не хвилює, яка у мене зарпад латня. Мені вистачає. Молодець, Петрович. Молодець. До встречи в бані. Пока. Так это как бы, ну, ай. А ты не расстраивайся, психолог. Пока. Пока, Петрович. Я извиняюсь, давно хотел спросить, а что это за бомж там сидит? Он с другого собрания, что ли? Нет, это не бомж, это очень уважаемый человек. Александр Константинович. Саша. Шура. Да, что, что? Твой выход. Здравствуйте. Я топ-менеджер Укрспирт. Я алкоголик. Молодець, Шурик. Молодець. Скажите, а почему он так выглядит? Стадия запоя. Бабла немерена. Шурик, скажите, сколько за этот год вы заработали? А, ну, это вкусно-то. Может, вы напишете? А. О-о-о. Ого. О, сколько нолей. Да нет, это у меня руки трусятся. Ну, может, тогда вы нам озвучите? А, ну, так это... Я даже не знаю, как эта цифра называется. Да, конечно, Шурик красава. До сих пор на алкоголе. Мы-то все уже в высшей лиге. На нафтезине. Да. На нафтезине. А я вот тут, кстати, разнюхал. Оказывается, УкрНафтогаз в этом году вышел в прибыль. Да, от вас ничего не скроешь. Мы в этом году заработали 100 миллионов долларов. Да, собственно, по этому поводу мы себе премии выписали. Большие премии. Ну, после выплаты премий убыток компаний составил 50 миллионов. Ммм, по-божески. Кстати, УкрЗалезница. Да. А вы, говорят, открыли шаттл до Борисполя. Да. И за сколько по времени можно добраться? По-разному. В среднем полчаса, если без пересадок. Каких пересадок? На другой поезд? Нет, на такси. И сколько же стоит билет? По-разному. Если ехать сразу с вокзала на такси, то дешевле. А что же вы на этот шаттл не продаете в интернете билеты? Шмешно. Слышишь, умник? Как только на трассе Кривой Рог Николаев появится первый кусочек асфальта, мы сразу же продадим первый билет в интернете. Кстати, если там появится асфальт, то мы у себя в още от банки поменяем все старые матричные принтеры на новые. Ну, вот эти. Ну, если вы в банке замените принтеры, тогда мы засеем автобанами всю страну. С севера на юг, с запада на восток. А мы тогда Сургуч отменим. И голубей распустим. Капец. Сколько лет сюда хожу, а тосты не меняются. А я же уже выписал себе премию. За прошлый год? Нет, за этот. Не рановато ли? Ну, просто в этом году выборы я решил заранее. Не, хорошая идея. Хорошая. Я прошу прощения, а как вы себе сами премии выписываете, а? Эх, Укрпочта, Укрпочта. Просто нужно каждый год повышать тарифы. И все, и все. Эй. Алло, Клара Захаровна, бейте телеграммой во все наши отделения. Диктую текст. Повышаем тарифы. ЭЧК. В два раза. Высколзнык, высколзнык, высколзнык. Да, Клара Захаровна, это срочно. Постарайтесь отправить до конца месяца. Спасибо. Я на совещании. Понял, хорошо, передам. Так, мужики, а ну скажите мне, чем мне лучше срочно документы передать? Поездом или автобусом? Зачем поездом, автобусом? Есть же Укрп... Да ты даже не заикайся. Так, я думаю, бутылкой по Днепру будет быстрее. Господа, господа, а кстати, кто где отдыхать любит? Я предпочитаю Швейцарию, это финансовый рай. Ой, а я обожаю Австрию, там невероятные поезда. А я обожаю Германию. Какие дороги, боже мой. Трусковец! Отдохни с кайфом. А почему хотя бы не в Грузии? Да поздно пить боржоми уже, ты что? Кстати, господа, слышали, в Америке шатдаун... А что такое штрандраун? Шатдаун это когда не работают все государственные учреждения. Учреждения не работают, но зарплату ведь получают? Нет. И эти люди нам выделяют деньги на реформы госструктур? Да мы просто красавцы. Да, но все равно работать сложно. Тому занеси, тому дай, тому подмашь. Да еще и в бюджет нужно отчислять. Ой, мы бюджетом вообще не заморачиваемся, это мелочь. Послушайте, опять уснул. Опять одно и то же. Ну, мне кажется, уже пора от него избавляться. Пора избавляться. Как вам не стыдно? Если бы не Укрспирт, никто бы не ездил по вашим дорогам. Никто бы не ездил на ваших поездах. Никто бы не брал кредиты в ваших банках, чтобы оплачивать ваши счета за газ. Ну и никому бы в голову не пришло что-нибудь отправить Укрпочтой. Егор Егорович, тут такое произошло, такое произошло. Что случилось, что случилось? Залетело? Да не, тут, короче, хакерская атака. Атака? Ага. О, Господи. Да Егор Егорович, хакерская атака, это вы интер... Эх, вот. Вот это и есть хакерская атака? Ага. Тобто у нас с тобой тоже хакерская атака. Егор Егорович, что я хотела сказать? Вот это? Сейчас смотрятся все наши клиенты. Это же на нашем официальном сайте. Та ладно, ты шо? Йо-моё, як оно выключается? Что здесь там? Николай, где Николай? Я дзвонила Николаю, он в пробке. Шо значит в пробке? Та вы шо? Николай, пока вы там в пробке, мы тут у дупи. И не только. Николай, ждем вас на рабочем месте. Егор Егорович, я так подумала, а может позвать мальчика? Он там у нас в приемной сидит, он как раз пришел устраиваться в помощники к Николаю. Может я его позову? А шо, он в компьютерах шарит? Да, говоришь, шо специалист. Давай зови. Ага, ага. Ты-то вы, яка, атака тут прямо атакуют. Серьезно. Я, наверное, потом зайду. Не-не-не, все правильно. Я смотрел наш официальный сайт. А, у вас такая компания? Мне сказали, что вы занимаетесь продажей стройматериалов. Не-не-не-не, вы на работу устраиваться? Да. СММ, диджитал маркетинг. Ну, то-бто на работу устраиваться. Ну да. СММ, диджитал маркетинг. Что-то вы швидко перешли на иностранную мову, не успел переключиться. Нет. СММ это социал медиа маркетинг. Я буду заниматься привлечением трафика на ваш сайт. Путем таргетированной рекламы, промо-постов, сегментирования и, возможно, микро-таргетирования. Секундочку. Николай, можно за вами мотоцикл выслать? Прямо в пробку. А, тронулись уже? Давайте, потому что я тут могу скоро тронуться. А, слушайте, а что-то мы с вами вообще не с того начали. Я человек простой и люблю, чтобы простыми словами. Ну, если простыми словами, то я буду рекламировать ваш сайт, чтобы его как можно больше людей увидело. О, не-не-не-не-не-не. Вот это нам вообще сейчас не надо. У нас тут хакерская атака. Атака? Ага. Его бы этот сайт сейчас вообще спрятать, чтобы никто не бачил. Позвольте взглянуть. А вам есть уже 18? Ну, вообще-то да. Давайте, давайте. Для начала задам вопрос. Вы каким антивирусом пользуетесь? Я дедовским. Цибуля и чеснок. А что слышно? Нет, я имею в виду, на входе у вас что стоит? Фаервол или брендмауэр? На входе? На входе у нас Михалыч. Роки в десять стоит. Так стоит, что никого не пропускает. Иногда даже меня. Я понял. Хорошо, я посмотрю. Ага. Ты, да вы, як атакует. По всем фронтам прямо, а? Я бы вот эту рыженькую в плен взял, конечно. Ну, тут все понятно. Что, все починил? Нет, я просто звук убрал. А что, тут чей звук можно убирать? Не отвлекайтесь, пожалуйста. У нас проблемка. Чтобы ее решить, мне нужны ключи доступа от вашего сайта. Сейчас, а ну, декай. Да, пожалуйста. Где они у меня? Тут. О, значит так, це от склада. Це от щитовой. Что вы делаете? Ну, ключи шукаю. Нет, мне нужен пароль и логин. А, ну да, ну да. Пароль я знаю де. Логин, логин. Яна, в какому відділку у нас работает логин? Че? Так що ти шукаєш? Логин не работает. Я извиняюсь. У вас должна быть такая бумажечка, на которой написано два слова. Одно – это логин, второй – пароль. Була така. Щас, да я ей... О, осевана. Стопе! Николай сказал, что это секретная информация. Откуда ты про нее и знаешь? Раньше сталкивался. Позвольте взглянуть. Ага, щас. Может, обещай ключи от квартиры где-то не лежат? Пожалуйста, вводите сами тогда. В него? Ага. Вот там. Ага. Слухай, де он тебе за корлючка? Вы бумажку вверх ногами держите. Не помогло. А у тебя за корлючка, де? Это шифт-слэш. Шифт? Шифт возле контрол. Вон рядом с альтом. А-а-а, понятно. Что вам понятно? Понятно, что надо ждать Николая. Да зачем Николая ждать? Я могу сам помочь. Если я правильно понимаю, вся информация у вас находится в облаке, правильно? Информация? Да. В облаке? В облаке? Секундочку. Николай, слушайте, а вот этот человек, что пришел устраиваться, он вообще адекватный? Говорит, что вы информацию нашу, драгоценную, храните в облаке. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что, серьезно? Николай, может, вы и деньги храните в радуге? Николай, ждем вас. Так, слушай, что-то нам надо найти спильную мову. Давай, может, что-то выпьем для согрева. Что ты пьешь? Апероль, шприц. Ты что, ты что, наркотики у нас нельзя. Яна, два кофе с коньяком. Ага. Погакай мне еще там. Слушай, ну, допустим, допустим, я тебя беру на работу. И что ты будешь делать с нашим сайтом? Ну, для начала мне нужно будет обнулить ДНС, перезапустить сервер, установить фаервол, почистить кукис. Ну, кукис, кукис я и сам чищу. Нет, кукис это другое. Ну, понятно, кукис он и в Африке, кукис. Нет, кукис это скрытые файлы, которые помогают вам преследовать потенциального покупателя. Не-не-не-не, мы уже никого не преследуем. Мы закончили эту тему в 90-х. Ну, трохи залезли на 2000-е, но уже все, все. Нет, сейчас немного сложнее, чем в 90-х. Нужно знать B2B, P2P, PPC. Слухай, ты не тупи, если хочешь PPC, то вот, конец коридора и последняя дверь налево. Понял? PPC это Pay Per Click. Это контекстная реклама в Google AdWords. Или в Яндекс.Директ. Кому как угодно. Кто называет PPC, кто-то называет CPC. О, хорошо, что напомнил про CPC вот эти вот. Тут же ж у нас атака. Подожди, а шо це вони? Все, закончилась атака. Разошлись мирно. А не пошла контратака. Извините, что отвлекаю от просмотра. Может быть, обсудим мою зарплату? А, давай. Сколько ты хочешь получать? Ну, думаю, тысячи две будет достаточно. Нет, ты шо? Мы так мало не можем платить. По закону минималка три с половиной. А, нет, две тысячи это в долларах. А, в долларах? А, в долларах? А, ну в долларах оно так и получится за год. Нормально. У нас испытательный срок два года. По минималке три с половиной. Нормально? Кофа, кофа. О, кофа. А коньяк? О, кофа. Ага. Спасибо. Вот. Да все, все, иди уже. Иди уже. Молодец. Ха, хорошая, да? Киска. Но Янка в мене не одна. В мене ще одна женщина есть. Жена? Так не, ну при чем тут жена до женщины? Нас тут Николай познакомил с одной жиночкой. Такая приятная. Сири, ты прекрасно выглядишь. Егор Григорьевич, серьезно. Ха-ха. Ха. Че? Такая приятная женщина. Вот так бывает днями напролет. Вот сидим и разговариваем с ней. Хорошая, хорошая. А вот вы говорите, вас Николай познакомил. Он комьюнити менеджер у вас? Не, Николай, он Васильевич. Васильевич, да такой человек. Ты шо? Пришел только. Нам тут все сразу настроил. Тут мне вот Энгри Бёрдс поставил. Я теперь по свыням фигачу так, чтобы мама не орю. А блин, показал мне фокус с калькулятором. Смотри, вот так вот нормальный калькулятор, да, обычный. Смотри, оп, и супер калькулятор. Ты бачишь в таке? Я в этом ничего не понимаю. Это Николай. Николай молодец у нас. И давно он у вас работает? Два дня. Ты шо? Такие красава. А вы не думали, что вас мог хакнуть кто-то из своих? Не, не, ты шо? Я ж хакаюсь таки с Янкой. А вот она не могла такое сделать. Не, она могла, она делает еще не такое. Но так, чтобы прямо в интернет выложить. Тут она не могла. Не то, шо она там такая добрейшей души человек. Просто тупая, как пробка. А вот этот ваш Николай? Николай? Николай может все шо угодно. Сейчас я его наберу, спрошу. Заодно спросите, у вас кабель оптоволоконный или коаксиальный? Ага. Николай, шо вы там, скоро? Ага, ага. Тут еще вопрос. Кабель у нас оптово-балконный. Или коаксианальный? Шо? Шо здесь вообще непонятно? Ну, поговорите с ним. Николай, добрый день. Я... Что-то сорвалось. А, значит, вин уже близко. Тут у нас перед офисом яма такая. Сигнал то пропадет, то исчезнет. Ага. Ну, у нас тут недавно поставили усилитель сигнала, парабоническую антенну, кабеля таки подвели, как врубили, и вообще сеть потерялась. Егор Егорыч. Шо? Николай приехал. О, Николай! Николай! Николаюска! Николай, спаситель, вы наш! Добрый день. Добрый день, добрый день, Николай. Так, как у нас офисает дела? Шо, атакует нас хакерская атака? Давайте мне, я ознакомлюсь с проблемой конкретнее. Не-не-не-не-не-не-не-не, вам еще рано такие атаки отражать. Отражалка не выросла. Ладно, тогда вы. Я? Угу. Садитесь за компьютер. Да. И следуйте моим инструкциям. Что было сделано, пока меня не было? Громкость прибрали. Но это не я, это он. Ладно, перезапускаем серваки. Активируем фаерволл. Чистим кукисы. А у меня уже чистый. Извините, не мешаю, не мешаю. Все готово. Хакерская атака отражена, сайт возобновил работу. Все? Да. Это гениально, Николай! Просто супер! Извините, еще один маленький вопрос личного характера. Мне тут люди рассказывали, что есть такая интересная штука. Вайбер. А можно мне его в телефон поставить? Эти все вопросы к нему у меня есть, а поважнее. Если что, я в своем кабинете. И без стука в мой кабинет не заходить. Ясно. Вот такие кадры у нас работают. Николай, мой сын. Кого он такой, до сих пор не понимаю. Так что, вайбер можешь поставить? Позвольте. Все готово. Все? Да. Ну ты даешь. Добро пожаловать к нам на фирму. А с тобой даже интересней. С тобой можно и кофе выпить, и на хакерские атаки посмотреть. Пойдемте, я вам покажу. Вот тут у нас картина. Внимание, до эфира. 5, 4, 3, 2, 1. Эфир. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы смотрите телеканал «Здоровье». В эфире программа «Полезная медицина». Сегодня у нас очень интересная тема. В связи с легализацией марихуаны в Канаде, Грузии и Израиле, сегодня впервые в прямом эфире мы обсудим легализацию марихуаны в Украине. Наши студии, эксперты, которые помогут нам разобраться в этой сложной теме. Давайте знакомиться. Егор Григорьевич из Министерства здравоохранения. Он выступает против легализации. Кто? Я? Вы? Нет. Ой, простите, за употребление марихуаны. Но? Исключительно в медицинских целях. Да. И главный врач городского наркологического диспансера... Евгений Валерьевич. Он как раз-таки выступает категорически против легализации. Это лишнее. Ну что ж, начнем с самого простого и, пожалуй, самого актуального вопроса. Влияет ли марихуана на мозг человека? Что вы скажете, Егор Григорьевич? Егор Григорьевич, вы меня слышите? Да. Прекрасно. Тогда я повторю вопрос. Влияет ли марихуана на мозг человека? Задавайте. Влияет ли курение марихуаны на мозг человека? Мой вопрос понятен? Да. Да, в смысле, влияет? Да, в смысле, понятен. Вот его как только задали, я его сразу понял. Это очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Ну что ж, тогда этот вопрос к вам, Евгений Валерьевич. Задавайте. Влияет ли марихуана на мозг человека? Ну, хороший вопрос. Прям мне он сразу понравился. Вот. Хорошо, давайте я спрошу по-другому. Вы ярый противник любых наркотиков, в том числе и марихуаны. Почему? Потому что... Может быть, мы дождемся сегодня более развернутый ответ? Может быть... Это лотерея. Ну, я считаю, что наркотики нельзя употреблять. Даже медицинские. Хорошо, ну а почему вы так считаете? Ну, потому что в нашей стране нельзя усугублять. Увидели состояние экономики, дорог, и это у нас в стране только алкоголь разрешен. Ну, Евгений Валерьевич, извините, но речь идет исключительно о медицинской марихуане. Если разрешить эту шмаль, то больных будет сто процентов. А в нашей стране нельзя усугублять. Да что ж ты? Это икота... Попейте водички, Евгений Валерьевич. Да вот. Друзья, мы прервемся буквально на несколько минут. Не переключайтесь, впереди реклама, она пройдет быстро. Так, уважаемые гости, коллеги Евгений Валерьевич, Егор Григорьевич, что с вами? Все в порядке, просто я немного волнуюсь. Ну, тогда расслабьтесь. А что, можно, да? Нужно. Спасибо. Так, подождите, что вы делаете? Что вы делаете? Расслабляемся. У нас телевидение, у нас прямой эфир, уберите это сейчас же. Она медицинская. Кстати, эспир тоже медицинский, будешь расслабляться? Так, спрячьте это сейчас же, у нас заканчивается реклама, у нас прямой эфир. Все, уберите. Все, убираем, убираем. Эфир. Ижи, ижи. А мы напоминаем, что вы смотрите программу «Полезная медицина» на телеканале «Здоровье». И мы вновь пытаемся ответить на вопрос, влияет ли марихуана на мозг человека. Можно? Вы хотите ответить? Водички. Угощайся, братан. Присушил я немного. Ну, тогда этот вопрос опять к вам, Евгений Валерьевич. А пожрать еще нету? Нет, только витамины. Ах, хрен с ними, давай. Кстати, спонсор нашей программы – витамины «Здоровье. Лайф». Витамины «Лайф» достаточно всего одной таблетки в день, чтобы чувствовать себя бодрым и жизнерадостным. Дерьмо какое. Так, пожалуй, Евгений Валерьевич, продолжим с вами. Да, 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 я готов. По вашему мнению, медицинская марихуана – это хорошо или плохо? Однозначного ответа нет. Угу. Я для себя решил, что это плохо. Почему? Потому что один раз мне было плохо. С утра так жбан раскалывался. И вот эти вот наркоманы дали мне покурить. Легче не стало. Только пробило на ха-ха. А знаешь, каково оно – ржать с больной головой? Так сказать, смех сквозь слезы. Праздник со слезами на глазах. Я так поняла, вы сторонник умеренного употребления алкоголя. Включительно в медицинских целях. Это как? Зайка, ну смотри. Болит у тебя голова, да? Ты смело взяла, налила себе пищушечку. Рюмочку. Рюмочку. Сначала настойки, потом бальзамчика, потом перцовочки. Выпила. И если, дай бог, не помогло, то тогда уже водочка, коньячок, пивасик. И так до полного выздоровления. Не останавливаемся. Я поняла. В нашу студию поступил первый звонок. Даже звонок поступил, а мой балбес не поступил. Прикинь, в этом... Поступал, и как отец будет дебилом. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Это какой-то кошмар. Медицину развалили. Лекарства дорожают. А они мархуанну собрались продавать. Кошмар. Егор Григорьевич, что с вами? Все нормально. Все нормально. Просто, мне кажется, я слышу какую-то бабулю. Правильно, мы разговариваем с ней по телефону. Да? А что разговариваете вы, а слышу я? Егор Григорьевич, вам такой вопрос. Не могли бы вы... Я здесь. Не могли бы вы коротко назвать аргументы в пользу легализации? А бабуля уже ушла? Да. Окей. Вам повторить? Не-не-не, мне уже хватит. Итак, аргументы в пользу легализации. Так, аргументы. Смотри. Первое. Налоги. В казну сразу потечет бабу. Во-вторых, это и так уже происходит. И в-третьих, это просто прикольно. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. А вы что-то хотели добавить? Я хочу спросить. Займи полтос до вторника. Трубы горят. Ну, пожалуйста. Нет. Ну что ж, друзья, мы продолжим. Евгений Валерьевич, вы куда? Покурить. Сядьте. Сядьте, пожалуйста, у нас прямой эфир. Будьте добры. Прямо здесь можно курить, да? Нет, здесь нельзя курить. Я покурю тогда и вернусь. Я сказала, сядьте. О, какая. Ну что ж, мы продолжаем. Егор Григорьевич, а вы куда? Пописать. Под стол? Ну, вы сами сказали, выходить нельзя. Прямой эфир. Так, писать тоже нельзя. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Евгений Валерьевич. Да-да. Господи, что сегодня происходит? Это первые признаки наркомании. Человек нервничает, с Богом разговаривает. Вы ненормальный? А вот не надо меня оскорб... Блять. Господи, вы можете на других словах икать. Это что, конкурс какой-то? Я могу. Жопа. Дайте нам, пожалуйста, звонок. Звонок в студию. Даю. Добренький вечерок. Здорово, братан. Егор Григорьевич, это звонок в студию. Не-не, это мой кореш. Братан, ты где? У меня вопрос. Есть ли какие-то ограничения по употреблению? Ну, там побочные эффекты или передозировка, там. А! А! У меня дракон на балконе. Кыш, падла! Кыш, не трогай косяк! Кыш! Братан, ты где берешь? Сорвался наш звонок, но мы продолжаем нашу программу. Нам пишут отзывы и вопросы в интернете. Вот, к примеру. Спасибо вам за вашу передачу. Пожалуйста. Смотрим всем классом. Было бы здорово, если бы вы подняли тему медицинского секса. Оооо! Павлик, 11 лет. С этого все и начинается. У нас в наркодиспансере этих наркоманов капец. И половина из них врачи. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что тема сегодняшней программы легализация марихуаны. Нормально. Вы бы еще проституцию легализовали. Какую проституцию? Медицинскую. Я понимаю ваш сарказм. А это не сарказм. Это реальное предложение. Что вы такое говорите? Вас же никто не поддержит. Ладно, 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 поднимай, но... Так. Слушай, поехали ко мне, а? Я же вижу, я тебе нравлюсь, ну... У нас последний звонок в нашу студию. Добрый день, говорите. Слышишь ты, урод! Извините, кому конкретно вы хотели бы задать вопрос? Ну, к этому толстому. Может быть, есть какие-то особые приметы? Ну, которые с перегаром. Это вопрос к вам, Евгений Валерьевич. Да, я внимательно слушаю, задавайте. Ах ты ж, скотина такая! Я его два дня ищу, а он тут в студии прохлаждается. Викус, ты что ли? Я что ли? Викус, да я домой шел, у меня просто баба эта задержала. Я вас не задерживала. Тогда я пошел. Сядьте, пожалуйста, нам нужно закончить программу. Сядьте. Закончили. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели нас до конца. Встретимся ровно через неделю. Тема нашей следующей программы. Влияние сладкого на организм человека. О, что, сладкое будет? Давай прямо сейчас. Что ждать, сладкое будет? А полупладкое будет? Эй, давайте! Внимание, эфир. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Говорим о главном». И сегодня мы обсуждаем самую актуальную тему этой осени. Продажа украинской земли. У меня в гостях эксперт по продаже земли, историк, коренной житель США, Алоэ Каланхович Чингачгук. Добрый вечер. И наш эксперт из Израиля, специалист по поиску лучшей земли, я бы даже сказала, земли обетованной, Абрам Моисеевич Рукомойский. Шалом в хату. Начнем, пожалуй, с вас. Скажите, пожалуйста, какое у современной индейской молодежи отношение к тому, что ваши предки продавали землю? Я не знаю. Когда мой прадед Мудрый Филин подписал бумаги, с тех пор моего деда называли сын Долбодятла. Меня все кличут правнук Долбодятла. Зато сейчас ваши соплеменники могут свободно продавать и покупать землю? Могут. В горшочках для цветов. Ну, в итоге, индейский народ что-то выиграл от продажи земли? Наверное. Но мы бы хотели отыграться. Спасибо. Абрам Моисеевич, вопрос к вам. В социальных сетях гуляет новость, что Кнесет Израиля выделил 82 миллиарда долларов для покупки украинской земли. Как вы думаете, это правда или все-таки фейк? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, это фейк. Спасибо. Фейк, что именно 82 миллиарда. Надо гораздо больше. Просто они пока жмотятся. То есть, по-вашему, факт выделения денег возможен? Нет. Понятно. Но, поверьте, если уже начались движения, значит, кто-то что-то задумал. Но, с другой стороны, если бы деньги уже выделили, мне бы уже позвонили. Понятно. Спасибо. Алло. Да вы что, 820? Понял. Это... Нет, это пришла платежка за коммунал. В нашу студию пришел первый звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Доброго вечера. Виктория Украинка, Херсон. Хотела запитати, чему в студии нема жодного эксперта з Украины. Но, вы знаете, в данном случае от них уже ничего не зависит. Или с ними уже договорились? Нет, не поэтому. Давайте продолжим с вами. Алло, Каланхойвич, вернемся в вашу историю. Скажите, решение продавать землю было принято на индейском референдуме? Нет. Белые люди сказали, так будет лучше для всех. Слушайте, ну вы же могли отказаться. Могли, но тогда у нас в стране было, как сейчас в Украине. Нам разрешили играть в азартные игры, покупать продажных женщин и пить огненную воду. Абрам Моисеевич, из вашего опыта, скажите, какие могут быть проблемы в вопросах земли? Ну, вы знаете, основная проблема – это арабы. Арабы? Ну да. Землю можно купить, землю можно продать, но арабы – это жесть. Я хотела спросить, какие могут быть проблемы у украинцев в вопросах земли? С арабами? Я думаю, никаких. Проблемы украинцев в вопросах украинской земли. А, вообще никаких проблем. Продаете землю, переезжаете в Израиль, оформляетесь в посольство. Так, я спрашиваю про украинцев, которые останутся. Ну, вы знаете, я думаю, что проблем с землей у них не будет. Вы уверены? Ну, конечно, сто процентов. Нет земли, нет проблем. Будут другие проблемы, но уже не с землей. У нас снова звонок. Добрый вечер, говорите. Доброго вечера. Виктория Украинка, Черкассы. Скажите, правнук Долбодятла, ваше племя стало богатшим после продажи земли, как обещают украинцам? Не понял вопрос я. Я понял вопрос, давайте я отвечу. Она имеет в виду, что они продали свою землю за зеркальце и бусики, правильно? Ну, думаю, да. Ну, вот, но украинцы это же не индейцы, правильно? То есть их так просто не обмануть? Не, я имею в виду, что индейцы хоть что-то за землю получили. Послушайся, но ведь и украинцам обещают тысячи долларов. Мы тоже продавали землю за доллары, но после инфляции делали из них бусики. Кстати, Алло, Каланхоевич, скажите, вот вы сейчас живете в резервациях. Это случайность или все-таки это как-то связано с продажей земли? Нет, мы так на референдуме посчитали. Вы хотели сказать, решили? Нет, решили мы другое. А организаторы референдума посчитали, что мы теперь должны жить в резервациях. У нас звоночек из-за рубежа, давайте послушаем, говорите. Алло, здрасте, это Андрюха из России-матушки. О, вспомни референдум, вот он и появится. Так вот, русские никогда не продавали свою землю. Да, 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 мы знаем. Вы просто делали долгосрочную аренду, да. Аляску, американцам, Сибирь, китайцам, Москву, армянам, да. Что же вы, братья наши меньшие творите, а? Вот продадите свою землю, и все, потом даже унитаз себе купить не сможете. Послушайте, а вы не могли бы их просто вернуть? Скажите, а что, Россия тоже заинтересована в покупке украинской земли? Нет, в покупке нет. А вот взять на халяву это не всегда, пожалуйста. И вообще, вы знаете, я понял, что у народа Израиля и Украины очень много общего. Стремные соседи. А давайте сейчас вообще поговорим о том, как будет определяться стоимость земли. Как вы думаете? Послушайте, стоимость определяется не деньгами, а временем. Мы свой участок искали 40 лет. А оформить его в собственность смогли только 70 лет назад. Но, с другой стороны, земля каждый год дорожает. У нас снова звонок. Добрый вечер, мы вас слышим. Доброго вечера. Виктория Украинка, Біла Церква. Скажите, а Израиль тоже продает свою землю? Нет. Израиль за нее борется. Потому что землю можно продать один раз. А вот урожай можно собирать каждый год. А в нашем случае два раза в год. Но тут не потому, что менталитет просто с погодой повезло. Так чему нас так агитуют и продавать? Послушайте, милочка, кто вас агитирует? Большинство стран в мире свободно продают землю. Почему вы, украинцы, так этого боитесь? Ну, есть такое мнение, что украинские земли засеют ГМО-продукции. И вообще иностранцы не будут бережно относиться к земле-кормилице. Кстати, у нас есть видео из Центра по изучению ГМО в Украине. На связи Янина Войтович, специалист по ГМО-продукции. Здравствуйте, Яна. Добрый день. Хочу вам сказать, что продукты ГМО, они прекрасны. Вот я сама 10 лет их употребляю, и все со мной хорошо. А те, кто говорят, что ГМО вредно, это все лживые журналисты. Все, пока-пока. И все-таки, по вашему мнению, когда начнется продажа украинской земли? Ну, вы знаете, я думаю, тогда, когда перестанут продаваться чиновники. Но тогда и можно будет. Но с другой стороны, в случае Украины, тут, скорее всего, ответ никогда. Добрый вечер, Виктория Украинка. У вас такая интересная передача, что я с Херсона прибегла. Это прекрасно. Давайте спросим у народа. Как вы думаете, Виктория, сколько будет стоить гектар украинской земли? Я, кстати, уже готов записывать. А скажите, будь ласочка, в яку сумму вы отсинюете життя ваших батьків? А при чем тут мои родители? Доброе. То не скажите, скільки коштуе життя ваших бабусь та дедусів? Я прошу прощения, то що какая-то формула? Или древня загадка? Я, например, считаю, що життя чоловіка безцінна. Чудово. Тоді беріть калькулятор і порахуйте. Скільки коштує земля, якщо за нею віддавали своє життя наші діди та прадіди, а зараз віддають наші чоловіки та брати. Мовчите, так? Ми хочемо, аби до нашої землі, до нашої годувальниці ставилися з повагою. І щоб всі люди на світі розуміли те, що колись казав мій дід. Коли зрубають останнє дерево, коли отруять останню річку, коли вб'ють останню тварину, тільки тоді зрозуміють, що гроші неможливо їсти. Ви знаєте, на самому діле можна. Вчера у мене був обыск, і я сразу съєл 20 тисяч доларів. А що интересно, потім вийшло 30. Вот це я називаю грамотна інвестиція в себе.